Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбек невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. В неделю, которая начинает Новую Седмицу, ну то есть вчера, воскресный день, рядовым евангельским чтением была история. Удивительно, всегда, когда вновь читаешь этот эпизод, насколько в нём огромная сила скрыта, сила благодати, сила примера. В Евангелии есть много любимых отрывков, но любимый отрывок — это когда душа, она в какой-то момент вдруг ощутила особое проживание этих строк. По каким-то сердечным чувствам. Иногда даже до мурашек это бывает, когда ты, ну когда Евангелие, оно раскрывается. То есть не просто такой плоский текст, а он в объёме встаёт, в сюжете. И вот бывает, приходят родители с вопросом, что делать со своим ребёнком. И дальше идут характеристики. Ты понимаешь, что ребёнок беснуется от наркотиков, от порнографии, которая забита голова, от напитывания идеалами потребления. Человек действительно в одержимости. И мама спрашивает, ну что делать, ну как ей помочь, как спасти? Это я всегда в этот момент вспоминаю эту историю. Господь шёл со своими учениками. И вдруг слышит такой дикий крик, что «Господи, спаси меня, помоги мне, дочь моя зле беснуется или жестоко страдает». Такой истошный женский крик, крик в отчаянии. А Господь идёт дальше. Делает вид, что не слышит. Хотя слышит, хотя знает. Просто у него есть своё видение ситуации. И он хочет нам эту ситуацию дать как опору во все века. И в прошлое, и в будущее. Эта история для всех женщин с бесноватыми детьми. Ну и не только женщин, и мужчин, конечно. Ученики говорят, Господи, отпусти её. Ну что она орёт? Тут невозможно слушать этот крик, этот вопль. Господь говорит, ну как? Ну как вы себе это представляете? Я послан к овцам погибшим дома Израилева. Он даёт отказ, что я не для того пришёл, не для язычников. Как бы акцентирует это внимание. Женщина всё равно, она это пропускает мимо ушей. Она пробивается сквозь толпу, хватается из его одежды, говорит, Господи, помоги мне. И Господь, обоврачиваясь к ней, говорит, ну ты же понимаешь, как это возможно? Я заберу хлеб у детей и дам псам? Ну, в этом моменте, наверное, каждый из нас, с любой даже и нуждой, он очень был бы огорчён и печален, обижен. Но мы обижаемся и из-за меньших каких-то замечаний, порицаний. А когда тебе в лицо говорят, ну ты пёс. Редкий человек выдержит. Хананьянка выдержала. Она говорит, всё так, Господи, но ведь и псы едят от крупиц падающих с трапезы их Господь. Да, Господи, я пёс, ты прав. Я недостойна есть хлеб, но ведь и им достаются крохи. Я не претендую на стол, но то, что падает, можно этим насытиться. И вот испытание сердца Хананьянки для всех было совершено. И Господь ей говорит слова, они всегда потрясают. Он говорит, о, женщина, велика вера твоя, будет тебе, как ты хочешь. И дальше евангелист подводит резюме. И исцелилась дочь её в тот же час. Это история, которая имела фактические события. Была больная дочь, была женщина с глубокой раной в сердце. И была её безграничная вера во Христа и глубочайшее смирение. Да, Господи. И псы едят от крупиц падающих с трапезы Господ. Всякий раз, когда возникает нужда до Господа, сердечная нужда, когда почва уходит из-под ног и нет на земле никакой силы, которая может тебе помочь, открывайте Евангелие и читайте эту историю. И находите в себе силы, чтобы так докричаться до Господа, чтобы Он сказал, женщина, велика вера твоя, пусть будет так, как ты хочешь. Помогай нам всем, Господь.